Все чаще в новостях мелькает информация о жестоком обращении с животными. На карту живодерства уже внесены Москва, Питер, Хабаровск, а теперь еще и Кохма. Очередная жертва человеческого зверства сейчас находится в одной из местных клиник. Этот молодой, беспородный, но оттого не менее любимый хозяином кот по кличке Тузик был найден недалеко от дома с огромной раной на животе. Его буквально освежевали, с задних лап сняли кожу, сломали, а честнее сказать, оторвали хвост. Все, соответственно, в крови запекшиеся уже, там, листочки прилипли, мусор, то есть вот в таком состоянии. То есть кот, даже когда ему лапки раздвигали, он не реагировал, то есть он даже не кричал уже. То есть было, видимо, настолько ему уже, болевой шок настолько сильный, состояние крайне тяжелое, состояние шока, кровопотеря, потери части кожных покровов, то есть прогноз крайне негативный. То, что кот выживет, вообще были огромные сомнения. Врачи больше шести часов боролись за жизнь четвероногого пациента. Рану зашили, правда, хвост спасти не удалось. Сейчас жизни кота ничего не угрожает. После курса лекарств и обезболивающего животное отправится домой. Что пережил этот кот, остается только догадываться. Рана большая, рана обширная. То есть по, как я владелец уже описал, то есть это было от уровня скакательного сустава на одной конечности и до уровня паховой складки на другой. То есть рана была, по сути, на две лапы, на задней. Владелец кота Николай никогда зоозащитником не был, но за своего питомца планирует постоять. Он вызвал полицию, написал заявление и требует дать делу ход. В распоряжении мужчины информация о нескольких фактах аналогичных зверств в Кохме. У девочки на соседней улице осенью прошлого года пропал кот. Немного погодя, она его обнаружила расчлененным в пакете. То есть координаты девушки есть. Девушка согласна это подтвердить в полиции. В новостях, соответственно, в новостной ленте Иванова Ньюс обнаружил, что на Октябрьской, тоже в Кохме, в октябре 2016 года была обнаружена собака с отсеченной головой и с отсутствием части кожных покровов, тоже фактически разделанная. Николай предполагает, чтобы удержать тузика, нужно было минимум двое. А значит, живодеров в Кохме несколько. И ситуация мужчине начинает напоминать Хабаровскую. Там две несовершеннолетние девушки сначала издевались над беззащитными животными, а потом перешли к другим преступлениям. Я опасаюсь, что это все переключится на людей. У меня есть ребенок, у всех моих соседей дети разного возраста. Я опасаюсь, что эти дети ходят по той же дороге, где шел этот мой кот. Я опасаюсь, что однажды просто такая беда может приключиться не с котом, может с человеком, пожилым, с ребенком. Соответственно, я опасаюсь, что вся эта беда не прекратится, естественно. То есть на моем коте они не остановятся. То есть если люди почувствовали вкус крови, мне кажется, они уже не остановятся. Если уголовное дело по факту жестокого обращения с животными не будет заведено, Николай планирует обращаться в надзорные ведомства. Сотни зоозащитников региона поддерживают мужчину в его борьбе. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.